Вперед пандемией многие бизнесмены научились продавать онлайн, но как быть торговым центром, которые и сейчас закрыты? Каждый месяц они подсчитывают убытки и надеются, что скоро можно будет вернуться к обычной жизни. Какие прогнозы у предпринимателей? Анна Рабчук продолжит тему. Это последние афиши, которые установили в кинотеатре еще в марте. Прокаты фильмов перенесены на 2021 год. Даже приезд звезды советского футбола отменили. Его планировали для премьеры. Несмотря на денежные проблемы, ни один человек не уволен, говорит директор заведения. Каждый месяц на зарплату уходит более 800 тысяч рублей. Их берут из финансовых запасов. Убытки колоссальнейшие, я скажу вам. Если по России смотреть в целом, это статистика кинопрокатчиков, там более 50 миллиардов рублей. По аренде, конечно, у нас арендодатели очень лояльно относятся, с пониманием, поэтому приостановлена арендная плата. То есть на весь период? Да. Вот как только вы закрылись? Да. Директор верит в скорейшее восстановление кинопрокатчиков. Сейчас оставляют расписание, думают над бесконтактной пропускной системой в зал. Мир уже не будет прежним, говорят одни. Развитие онлайн-шоппинга не изменит концепцию торговых центров, говорят управленцы. Население продолжит совершать покупки в реальных магазинах и получать эмоции. Правда, на восстановление сферы торговли уйдет не один месяц. В крупнейшем торговом центре теряют каждый месяц не менее миллиона рублей. Убытки посчитают после открытия. Руководству важно оставить все торговые точки. Индивидуально договариваются с каждым. Кто-то выходит с конкретными предложениями, кому-то мы инициируем конкретные предложения и договариваемся. И, конечно, на рынке есть арендаторы, которые до этого момента находились в тяжелом положении по своему бизнесу по разным причинам. Поэтому они ведут себя, возможно, чуть-чуть хаотично сейчас на рынке. Последствия ограничений почти разорили фитнес-индустрию. Те, кто успел перестроиться на онлайн, смогли немного подзаработать. Продают программы тренировок, рационы питания. Та же интернет-платформа, сопровождение, это менее 10% от оборота, что мы получали, когда работали в обычном режиме. Деньги-то есть, но все поприжались. И фитнес-услуги, спорт – это не первая необходимость для большего числа людей. Собственники клубов готовы перекраивать бизнес, но понимают, что восстановятся не раньше весны 2021-го, учитывая сезонность. А вот когда случится открытие сферы развлечений и спорта, будет зависеть от соблюдения санитарных норм. Мы с вами не можем открыть торговые центры, даже без общепита, без кинотеатров на сегодняшний день, потому что мы не соблюдаем те требования, которые должны бы соблюдать. Вот если мы все обратим на это внимание, тогда мы с вами быстрее сможем снять ограничения. Анна Рапчук, Владимир Кондратьев, Тюменская служба новостей.